Лучше взять обычную сахарницу, насыпать две ложки сахара себе в чашку чая. Фруктозу используют ведь даже как сахарозаменитель. Она химически очень схожа с глюкозой тем, что вызывает ощущение сладости у нас на языке. Но она даже в полтора раза слаще, чем глюкоза. Но на этом ее сходство с глюкозой заканчивается. Она является простым углеводом по своей. Но наш организм весь, он заточен, все метаболические пути заточены под глюкозу, вот как ни крути. У нас мозг именно получает чувство насыщения тогда, когда он поступает туда глюкоза. Инсулин вырабатывается тоже только на глюкозу. И потом в получении энергии тоже участвует глюкоза. И у фруктозы, у нее такая сомнительная польза, у нее два пути для существования в нашем организме. Первый путь – это то, что она должна превратиться в глюкозу и пойти по ее стопам. А второй путь, если она не нужна в качестве источника энергии, не нужна как глюкоза, она тогда превращается в жир. И тогда происходит накопление просто жира в нашем организме. Поэтому использовать ее как сахарозаменитель, я не знаю, не очень бы рекомендовала. Польза лишь в том, что не вырабатывается большое количество инсулина на ее поступление. Но только в этом, пожалуй. А в том, что, допустим, она не вызывает чувство сытости, я вижу в этом, наоборот, какой-то отрицательный момент. Человек просто может больше скушать из-за того, что он просто не ощущает насыщения вот этого. Поэтому тут как бы всегда нужно смотреть, в чем будет польза, в чем вред. И вообще могу сказать, что сахарозаменители, вот все нутрициологи сейчас твердят, а фруктозу мы рассматриваем сейчас как сахарозаменитель именно. И все говорят о том, что лучше их не использовать. Если у человека нет диабета, если у него нет медицинских показаний, то, что ему запрещена, например, вообще глюкоза, лучше вообще сахарозаменители убрать, выбросить и ни в коем случае не включать. Потому что они обладают очень такой токсическим действием. Они перегружают печень, они даже могут воздействовать токсически на мозг. И вот это вот их свойство, то, что они не вызывают чувство сытости, а потом человек просто переедает. Поэтому такой как бы сомнительная польза. Только, я говорю, в том случае, если у человека диабет и медицинские показания. Если человек здоров, лучше взять обычную сахарницу, насыпать две ложки сахара себе в чашку чая. Ну, это будет больше пользы, чем пытаться обмануть свой организм. Его не обманешь. Фруктоза, она в энергетический обмен включается через путь глюкозы. То есть мы пытаемся организму задать пути, чтобы он огородами пошел на выработку энергии. Но он все равно придет к этому. То есть потому что, я вот даже недавно писала, организм на любой метаболит, вот что бы мы ни скушали, что бы мы ни приняли, как даже лекарство или там вещество какое-то, он все равно выстроит определенные алгоритмы, обмануть мы его не сможем. Он выстроит целые алгоритмы тысячи реакций, и он придумает, как это встроить вещество. И та же самая фруктоза, если, может быть, на этих батончиках, скорее всего, написано, типа, облегченный вариант, то есть для низкокалорийной, может быть, там такое есть, что не содержит в том количестве, как, допустим, батончики, которые содержат глюкозу, они будут более калорийными, потому что при расщеплении глюкозы мы знаем, что будет там определенное количество, 4 килокалории мы получим энергии. С фруктозой будет сложнее, но в любом случае оно будет. То есть и еще она бывает хороша в том плане, когда нужно получить энергию быстро. Например, перед спортом вот эти батончики, да, они наверняка тоже там будут задействованы. То есть когда нужно получить быстро и большое количество энергии. как легкий углевод, она включится наряду с глюкозой, опять же, в эти все метаболические пути, и мы получим энергию. Но если мы это будем, как сказать, употреблять это все вечером, эти все батончики, легкие углеводы, если не будут использованы как источник энергии, они тут же перейдут в жировое потом депо. То есть они будут откладываться в качестве жира в нашем организме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова